Привет, интернет! Мы продолжаем нашу программу, такой у них цикл программ, у них рабочее название Кто есть кто на казахстанском телевидении? И сегодня у нас в гостях, у нас вот такая сегодня картинка, честно сказать, необычная У нас Оскар Мендебаев, это лицо 31 канала, это человек, который ведет информбюро Сколько лет уже трудитесь на телевидении, Оскар? Сразу, с места в карьер? В лоб, да? На телевидении я работаю, даже, дай бог не соврать, седьмой год, вообще не так давно, в принципе Ну, до этого, у меня большой стаж преподавательский Да вы что, а ссори? Каргандинские высшие учебные заведения, юрист по образованию, юридические дисциплины, конституционные, международные Ой, как здорово! Ну, все время, знаете, это как, господи, голливудская мечта по-казахстански все время тянула Ну, у нас же, да, юристы и финансисты, то есть это вот, видимо, вас родители спровадили, сказали, Балайман, будешь юристом, с голоду уже никак не пропадешь Абсолютно точно, пришлось как-то поработать на диплом после окончания университета Ну, не скажи, чтобы затянуло, но и шел на работу с этим портфелем, скучно, не было интереса никакого и так далее А на телевидение я давно хотел уйти, уйти хотел, а это каргандинское телевидение, для меня это казалось... Слушайте, а есть, да, такое каргандинское телевидение? Я просто профан Нет, вы профан, да, кроме каргандинского шахтера существует и каргандинское телевидение Ну, попытки уйти на телевидение, они появлялись периодически, то есть я, вот у меня курс, да, допустим, какие-то часы, все, я вот прихожу на телевидение, я вот хочу вести Я даже помню такой момент, я пришел, пятый канал был такой, если есть такая возможность, да, может быть нельзя говорить на телевидении, я понимаю, что это реклама Я пришел на телевидение и говорил, что я хочу вести погоду, хотя бы, ну, то есть я не знаю, дайте что-нибудь мне вести Ну, на меня так посмотрели, думаю, вы езжайте, берите микрофон, поезжайте с нашей съемочной группой Вы остановились, я вам напомню на том, что была огромная конкуренция между пятью каналами в Караганде И вы даже пробовали рубиться в составе пятого канала, даже с самим, что уж тут греха таить, тридцать первым каналом Да, мы конкурировали, я вот до этого маленького отступления, я приходил на телевидение, говорил, я хочу работать Мне говорили, езжайте на съемки, я тогда думаю, что я на съемки поеду Я вот был твердо уверен, что я чистый эфирный человек, и мне казалось, вот я приду, и мне дадут все программы мира Конечно, такого не получилось, потому как надо было очень долго учиться И в один прекрасный момент я все-таки понял, вот у меня, мы преподаватели, у нас очень долгое время, мы уходим на каникулы Я понял, что я больше отвел последние, принял последние экзамены, и понял, что я больше не вернусь туда, потому что и время идет, и все И пришел на телевидение, остался, и на сюжеты ездил, и все, и программу музыкальную дали какую-то Ну, вы знаете, у нас региональное телевидение всегда грешат такими поздравлялками Веру Ивановну Смирнову из поселки Дубовка, поздравляю И пошло, значит, внученька Катенька, и вот это все надо было, пока суфлера не было Ну, очень интересный это опыт, действительно, и коллектив там шикарный, и вообще все здорово было Ну, вы знаете, тут очень такую, ну, такая вот, вы сейчас затронули, такая интересная вещь, ее можно обсуждать, да С одной стороны, действительно, вот эти вот концерты по заявкам, да, их порой слушать, ну, вот, откровенно ужасно Это вот радийный формат, там, вот, да, все время передают Очень здорово, да, там, Владимирский Централ просят заказать, там, там, Лев Лещенко в топе, я думаю, всегда там, Антонов Аллегрова, Пугачева, конечно, я хорошо помню все эти С другой стороны, так трогательно, так душевно, да, вот, где найти эту правильную пропорцию Вот, знаете, еще такой вопрос, Аскар, у меня, походу, возник, что ведь работа в кадре, вот, то, что вы делаете сейчас Она требует, действительно, очень серьезной подготовки И вот, нас сейчас будет смотреть очень много молодежи Мы знаем, что сейчас, ну, я, почему-то, я так думаю, что очень много молодежи хочет попасть в кадр И стать звездой, там, ну, вот, бла-бла-бла со всеми вытекающими последствиями, да, сейчас мы про звезд еще поговорим Вот, а вы им какой-то сейчас совет дайте и расскажите, что это им не фунт изюму, да То есть, вот, допустим, такому парню, как я, Ренни Выговаривающему И, в общем-то, с такой весьма странной дикцией, да, вот, мне кажется, ну, мне не надо на телевидении То есть, вот, как вы на это смотрите? Вы знаете, отдать однозначного совета, вот, как себя вести перед камерой Или, там, вот, чтобы стать звездой, нужно то-то, то-то сегодня проснуться, там, сделать это И вы обязательно станете звездой Такого нет, должно быть желание И, прежде всего, не нужно ставить планку, что ты вот идешь, и ты будешь звездой завтра И будешь купаться, как Ксения Собчак и Алла Пугачева в овадцах Нет, такого быть не должно и не может быть Это просто приходит само собой Вот ты пришел на телевидение, вот, во всяком случае, в моем, в моем случае, во всяком случае, в моем случае, это тавтология такая Мы, значит, как, ну, пришел, работал, хотел в кадр, да, очень хотел в кадр, пробовался, доказывал Мне говорили, нет, вы артист А чем, а чем мотивировали? Мотивировали, я не знаю, чем только не мотивировали Говорили, нет, вы не подходите для эфира У вас там нос кривой, дикция не та, это не то Вот, но, знаете, здесь нужно было собраться Нос кривой, дикция не та Слушайте, вы из наших, я так вижу Здесь нужно было собраться Здесь нужно было доказать Потому что, действительно, все те пробы, которые я потом посмотрел, я увидел ошибки И все пробы, которые были до этого, как-то вот все не это Я собрался, дал, увидели, сказали, все, в эфир, и так и получилось Но прежде чем вот в эфире на своем родном, 31-м, конечно, у меня же был опыт Опыт на карагандинском телевидении, в кадре, пусть там не такой, но все равно Опыт программы «Жди меня», «Телемост», «Алматы, Москва» Это был колоссальный опыт Я, конечно, там я вот, сейчас даже мои коллеги говорят, вот, пробовались там на ток-шоу и так далее Они говорят, вот, ты, ну, ты пришел, нажди меня, это было 4 года назад Да, я, я не знаю, меня утвердила Москва, все, мы как И я вот стоял такой, вот, как вы ищете Вот так, и чуть ли не плахал вместе с этими Ну, программа жалостливая, она требовала вот сочувствия и так далее Сейчас те же коллеги говорят, ну, прям, ну, типа волчара, вот уже телевидение Да, потому что камера раскрывает И очень важно, если вот люди, сейчас все хотят на телевидениях, все хотят быть дикторами Это не так просто Это нужно, это нужно долгие годы работы Я не попадусь даже в десятилетие над собой Потому что я всегда бы хотел быть диктором Ну, лет 5, наверное, точно надо, да? Актером, если не больше Это нужно постоянно работать над собой Идти, работать на телевидении, на сюжетах Делать стендапы, писать, учиться, ходить на тренинги То есть это постоянно работа над собой А вот еще, я извиняюсь, это вот важный для наших зрителей вопрос Вы сможете назвать каких-то мастеров, какие-то курсы, где можно было бы, ну, я не знаю, там заплатить деньги Вообще, где это мы учат официально? Ну, вот вы вот самородок вот такой, понимаете? Я, например, нигде не учился Юридический самородок, кажется Самородок с юридическим образованием Я не учился нигде Никто мне не говорил, как правильно сидеть в кадре Что делать, что это самое Я учился, вот мне всегда говорили Завтра, чтобы ты на эфир пришел Или там на пробу, посмотри, как ведут себя там НТВ МНТВ и так далее Да, да, конечно, я утром прихожу Смотрел, конечно, никогда не смотрю Я как-то вот, не знаю Что-то мне сердце подсказывает Как-то вот интуиция, где-то что-то Я начинаю жить в кадре Этому трудно научиться Но я имею в виду ходить на семинары По производству телевизионного сюжета Как это нужно делать Есть замечательные тренинги Есть замечательные, значит, педагоги И они очень часто проводят свои Ну, кто? Можете их назвать? Если каких-то вдруг помните Ну, я знаю, что на интерньюсе Очень хорошие занятия проводились Есть люди, которые... Там определенные тренинги Короче, захотят найдут, скажем так А вообще, чтобы, знаете, так Прийти, сесть Это очень сложно Это бывает редко Это вот то, что называется Голливудской мечтой Вот пришел, понравился, сел И то я таких случаев не знаю А маститы, вот мне тоже говорят Вот вы скажите, как вы... Никак не... Вот пришел опыт, свой личный опыт А на кого вы там ориентируетесь Бывает, спрашивают Ни на кого не ориентируюсь Вот есть у вас там кумиры На кого вы там, я не знаю Люди там, пивоваров Нет у меня никакого Я единственное могу назвать То, что я очень симпатизирую Одной ведущей Из первого канала Жанна Агалакова Ну, сейчас она уже не в эфире Но и то... Ну, я помню ее, да Не как ведущая А как корреспондент Мне кажется, это просто загляделье Вот Окей А вот такой вопрос Нужна ли... Ну, я вот... Понятно, что там ответ очевиден Что нужна Но тем не менее Вот хотелось бы ваше мнение Послушать на этот счет Глубина То есть, вот Мне кажется По ощущениям Да У нас на телевидении Особенно вот людей Да даже такое Знаете, анекдотические Да Какие-то такие вещи есть Да Что Как правило Ведущий В кадре Вот Который там сидит за столиком Да И мы в общем-то Отсюда Наличие мозгов там Не очень обязательно Ну, я вот Честно, как поспорил бы С этой ситуацией Да Вот Как вы по этому поводу думаете Я, конечно, по этому поводу думаю однозначно Я знаю, что на многих каналах В том числе на федеральных российских каналах Ведущие не в обиду Кому будет сказано Как правило Говорящие головы То есть В России вообще это развито было Дикторские отделы В советском телевидении И так далее У нас же Значит У нас же на 31 Наши ведущие Вот в частности Я и моя коллега Екатерина Купреева Мы из числа Корреспондентов Ведущих То есть Мы работали на поле Что называется И работаем на поле То есть Мы неделю в эфире Неделю мы выезжаем на сюжеты Мы из числа Корреспондентов Которые знают Как делать Эти же пресловутые Подводки Написать Поправить Как Значит Что такое работа Что называется За кулисами И так далее Вне кадра Мы знаем Не понаслышке То есть Мы из числа Корреспондентов Поэтому Может быть Нам и легче И нам не стыдно Что мы Мы не говорящие головы Мы все это делаем Сами пишем И весь выпуск Знаем Что происходит Где чего И так далее Вот Я знаю Оскар Что очень многие Ведущие Такие Узнаваемые люди Да То есть Они еще Очень много Работают Скажем В других Ипостасях То есть Ну например Я не знаю Там ведут Какие-то большие Мероприятия В качестве ведущих Ну талант Так говорится Не пропьешь То есть Он и там может И там может Вот такие есть Органичные у нас Личности Как у вас С этим вопросом У нас с этим вопросом Замечательно Что касается Меня Это однозначно Ну начнем с того Что я вообще КВНщик Да Вот в свое время Да Возглавлял команду КВН И так далее У меня был свой театр Сатиры Балдеж Я вообще хотел поступать В театральный институт Меня родители Не пустили Сломали Судьбу Попытались Нет Подождите Попытались Я не считаю Что все равно Тот багаж Который я приобрел Он бесценен Я считаю Все время Значит на сцене Какие-то Миниатюры Какой-то Театр Сатиры Во времена Когда в стране Не было ни света Ни газа Ни воды Ни ничего Вот мы пытались Что-то в нашем дворце Что-то сделать Слушайте Стойте Я сейчас сенсацию Сделаю Вы Вот такой Давайте Какой файл Первый выскочит Вот из тех КВНовских времен Какую-то шутку Сейчас Нет Давайте 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 Можете Вот анекдот Что угодно Какой-то Маленький кусочек Но ни разу Никто не видел Все время Видит Серьезного Одухотворенного Молодого человека Давайте пошутим Я не помню Что было 20 лет назад По-моему Айкей Вы выкавите По-моему Даже если меня Спросить Слава Какой твой Любимый анекдот Я тут же расскажу Нет Анекдоты Я в принципе Я не рассказываю Нет Ну я согласен Из жизни Я просто Зачем вспоминать Шутки И я Шучу Постоянно Все коллеги знают Что я всегда шучу Я жизнерадостен Я Ну вот всегда На позитиве А с какой-то темой Мы отклонились Ну я такой Да Я Что-то вот такое Важное хотел сказать Я все испорчил Все испортили Как всегда Да такое Как всегда Это делают корреспонденты Я хочу сказать Что Да Вот мы Значит То есть Творческий Я человек И пришел на телевидение Поэтому И оставил Вот эту вот Сухую Преподавательскую Деятельность Я ничего не имею Против Это тоже мой Такой багаж Огромный Поэтому Я очень спокойно Могу Браться Значит В свое время Я вел Большие городские мероприятия Какие-то концерты Какие-то И я продолжаю Это делать Я Где-то выступаю Где-то Значит Приглашают На какие-то мероприятия Что-то веду Пишу Сценарии Пишу Какие-то Там сценарии пишите Конечно Это очень хорошо Что такое То есть Это вот Кто Потому что Немного ненормальный Обязательно Он должен быть Не то что должен быть Спокойно Аскар Спокойно Обязательно Немного ненормальным Где-то неформалом Где-то вот таким Вот очень То есть Необычный Отличающийся От всех Вот как Хопер и Инвест Отличная компания От других Вот Спорнили шуточку С 90-х Видите Пошла команда Вывалился Вывалился файл А вообще Значит Что-то Опять не хотел сказать Я снова забыл Но бог с ним А вот По творчеству По творчеству Опять-таки По моему больному месту Конечно Кадр заставляет Быть Серьезным Нужно донести До зрителей Очень важные Серьезные вещи Над которыми ты работаешь В эти моменты Ты естественно Не думаешь об этом Но весь мой склад Значит Весь Приходится быть этим человеком Мне очень Тоже это импонирует Последнее время Но уже вне кадра И значит На работе И в жизни В общественной И так далее Конечно Вот Шутим Веселимся Играем Выступаем И вообще Я Уже мелкими Но твердыми Уверенными шагами Вхожу в кино Кино Это моя детская Мечта Даже мама Мне говорит Вот мне уже Много лет 37 Мама мне говорит Что Вот Несмотря ни на что Ты не оставил Мол эту мечту Ты движешься Вот Я поражаюсь И так далее Да Мама Это мой Очень ценный Советник Первый мой Зритель был Во все времена Она меня всегда поддерживала Даже вот Во времена Вот этого Света газа Никак Ничего не Все Мама меня поддерживала Какие-то Вот я напишу Какие-то вещи Бегу к ней И по сей день Так продолжается Слава Богу Уже вот Несколько работ Ой Сколько было Я ходил Хожу И буду ходить По кастингам Я стучусь Во все двери Где можно и нельзя Я специальность Для этого закончу Я понимал Что Чего-то не хватает А то Что ты медийное лицо Это еще ничего не значит И тебе не обязаны Вот открыть дверь И нате Возьмите вам Все главные роли мира Достанутся вам Нет Для того Чтобы получить Маленький эпизод Ну вы понимаете Это нужно сделать Большую работу Я закончил курсы Я когда-то В свое время Тоже заканчивал Все какие-то вещи Здесь я закончил Целенаправленно Курсы У Ларисы Осиповой Актрисы театра Лермонтова У Маргариты Здор И результат есть Сейчас уже Вот четыре маленькие работы Вот сейчас пробую Кого вы хотели сыграть? Вот Я однозначно не знаю Мне почему-то так и хочется Давать милейший Не знаю Вот у меня в голове Я не могу сказать Я не буду вам говорить Я мечтаю сыграть Гамлет Да-да Такого украинского Причем, да? Если Гамлет А то Такой украинский Гамлет Нет, мне бы хотелось Не знаю Какую-то хорошую роль получить И желательно Комедийную Для начала Ну я вас увидел бы Вот я знаете Своим Зачаточным Режиссерским Видением Я бы вас Знаете Как бы я увидел Я вот поделюсь Просто это вот такая На вскидку Такой Интеллигентный Такой мужчина Такой немного Можно такого Мне кажется У вас получится Знаете Такой затюканный Допустим Жизнью Знаете Такой вот Инженер А у нее жена Такая Сволочь Какая-нибудь Такая Бабла Бабла Ориентированная А он Такой вот Ходит Он Понимаете И там Он читает И вот Какой-то там Конфликт Я не знаю Может сейчас Кому-нибудь Идею Подсказали А потом У нее должно Быть Такое Перерождение Вы тоже Что вот Ну допустим Она от вас Ушла И вот Вы перемкнула Вас И вы стали Таким Холодным Таким Бизнесменищем Чудовищем Знаете То есть Тоже Кстати Мне кажется У вас Получится От Ботаника До Чудовища Смотри Какой диапазон Шикарный Нет Это название Фильма Так и Вот Надо сериал Да Сериал А фотографии Там О Вы знаете У нас нет Интеллигентных Типажей Допустим И так далее Я почему Обязательно Интеллигентных Все про бандитов Сейчас пытаются Нет Почему Интеллигентных Типажей Я вот Как Вячеслав Конечно Я не сравниваю Семя Но вообще Были же И такие Прецеденты В истории Когда Вячеслав Тихонов Он Только Сугубо Вот интеллигент Вот белые воротнички Все Он же сыграл Матвея Морозова Прекрасно В фильме Дело было в Пенькове Но до этого В него никто не верил Так и здесь Вот был такой момент Я пришел Значит на кастик Я думаю Вот сейчас скажут Интеллигентов нет Все до свидания Все это сам И тут кастик директор Открывает дверь Все мы познакомились Потом она Я говорю Да здрасте Извините Все А она мне говорит Ой ну мы как раз Дебошира пьяницу ищем Мне очень стало смешно Я бы как будто Вот такой весь пришел Она увидела Он там пристает В парке Выпивших К девушке Он что-то там Это самое Пытается потом Что-то доказать Чуть ли не Небольшая драка Не буду все говорить Но это маленькая роль Но она очень удалась Мне кажется Во всяком случае Вся съемочная группа Смеялась Получился такой Пьянючий Вредный Интеллигент Опять таки Интеллигент Который пристает К первой Попавшейся девушке Здорово Давайте Оскар Поговорим про деньги О Давайте О Интересно Вы кстати Сейчас вот я вижу Среди Нашей Ну скажем Такой Продвинутой Публики Знаете Такое Какое-то Ну деньги Это мол Мавитон Какой-то То есть Вы так считаете То есть Потому что Ну как вот Я думаю Да Да ничего плохого В этом нет Что ты зарабатываешь Деньги Деньги Это определенные Там Они дадут Там степень Свободы Да молиться На них не стоит Да Но почему нет Ну это Мое такое Коротенько Да для затравки Вот А как вы На это смотрите Деньги Ну очень Интересная Такая категория В нашей жизни Субстанции Или не знаю Как это назвать Мое отношение К деньгам Я не Я не бессеребряник Сразу скажу Да Конечно Надо выживать Где-то Но у меня Нет почитания Вот чтобы Вот именно Все Деньги Вокруг них Все вертелось И так далее Мне То есть Для того Чтобы двигаться Мне нужно Определенное количество Вот Если оно есть Я счастлив Если его нет Я его зарабатываю А где-то Может быть Дальше Будет больше Не знаю Вот Но я не делаю Из денег Культа И Слава богу Есть Какие-то Какие-то Деньги Есть зарплата Есть Какие-то Халтуры Как мы это говорим Да Вот там Где-то Что-то Делаем Выступаем Пишем Этого Достаточно Я думаю Что Ну конечно Если я найду Миллион Однозначно Я Отдам на благотворительность Смогу ли Половину Отдам Половину Не смогу Хоть 10 Удержитесь От половины Отдать Вот Просто Ну вот Отдадите Не Ну Как говорится Дай-то Бог То есть Я вот Благотворительность Это Тоже Очень Большой Такой Интересный Пласт Сейчас Мы видим Вот Допустим В интернете Да Постоянно Куда-то Деньги Собирают Постоянно Просят Кому-то Помочь Там Лайкнуть Но Вот Мне Сердия Не должно Быть Публичным Ну Это Вот Одна Ипостась Абсолютно С вами Согласен А второе Мне кажется Больным Детям Или Людям Которым Действительно Тяжело Им Лайки Не нужны Зачем Им лайки В фейсбуке И комменты Ай-яй-яй Ой-бай Как жалко Зачем Ой-бай Мне кажется Нужно В этих Ситуациях Поступать Так Нужно Идти Чем-нибудь Реально Помочь Не знаю Там Реальная Помочь Да Потому Что Больным Там Бедным Людям Не нужны Лайки Чем С этих Лайков Нет Может быть Эти лайки Потом Перерастают В какой-то Процент Нет Не правда Да Вы знаете Вот Последнее Время Я вижу Что Затираться Оно Стало Вот Такой Просто Объем Идет То есть Если Раньше Я Всегда Выделяю Коллегу Вашу Тоже Человек Очень долго На телевидении Работает Оружан Саин Оружан Привет Я делал Интервью Я Один из Редких Случаев Когда Я Где-то На час Десять Минут После Интервью Я Чуть Не Всплакнул Правда До того Она Рассказывает Такие Вещи Это Кошмар Так Вот Я Всегда В рамках Благотворительности Доколь Заговорили Я Привожу Именно Оружан Она Много Не Говорила Она Пошла Два С Миллиона Долларов Понимаете Она Использовала Свою Медийную Известность Популярность Пошла Собрала Деньги Я считаю Как-то Так Надо Заниматься Что Не Нравится Лично Вам В Современном Телевидении Потому Что Мы С Уважаемым Вашим Директором Кстати 31 канал Дядька Очень Интересный Багдад Привет Обсуждали Что Телевидение Как-то Оно Меняется Вообще Мир Меняется То есть Вот Как Вы Видите Эту Картинку Вы Все Таки Уже Сколько Лет Работаете Понятно Что Вы Внутри Системы Но Никогда Не Пытались На Это Посмотреть Как-то Так Всеобъемлюще Так Широко На На Наше Телевидение Да Прям Заволновался Ничего Нет Я Вам Скажу Однозначно Во-первых То Что Слава Богу То Что Есть Все Наше Никому Не Отдали Для нас Я считаю Большое Достижение Что Мы Делаем Во всяком Случа Пытаемся Делать Какие-то Шоу На многих Каналах Республиканских Какие-то Я не знаю Интерактивы Какие-то Интересные Программы Бывают Интересные Бывают Не очень Но Это Все Опыт Может Быть Небольшими Шагами А Не хватает Очень Многого Где-то Конечно Очень часто Огласите Весь Список Пожалуйста Я Не Не матерый Волк Чтобы Не Познер Чтобы Так Сказать Знаете Вот Это Полная Туфта Вот Это Еще Более Менее Нет Я могу Однозначно Сказать Что Очень Неплохо То Что Есть И Слава Богу И Все Нормально А Это Уже Детали Какие-то Что Не хватает Что Не хватает Нашему Телевидению Ну Вот Сказать Профессионализма Да Тарман Действительно Профессионал Об этом Абсолютно Здорово Закрыли Текстом Время На Раздумья И Вот Вы Придумали И Вот Теперь Давайте Не Придумали Вспомнили Я бы Так Сказал Что Не Хватает Вот Сказать Непрофессионализма Вот Опять Так Боюсь Обидеть Да Каждый Криминального Мне кажется Нет Ну Как В любой Отрасли У нас Слегка Есть Непрофессионализм В Однозначно Что Нам Надо Значит Усовершенствовать Систему Подсчета Рейтингов Вот Так Вот А что С вашей Точкой Зрения Там Несправедливо Мне кажется Много Что Несправедливое Ну Скажите Об этом Еще Давайте Нет Я Просто У нас Вообще Программа По чесноку Называется Вот И Мы В интернете И Все Что Там Не Договорено Там В Комментах Напишут Вот Видите Ли Арман Извиняй У нас Просто Этот Я Че То Это Просто Да Не Всегда Адекват Может Быть Да Другие Сейчас Вот Посмотрят И Что Нам Надо Лучше Арман Да Че Вы На Другие Грешите Неправда Мы Работаем Неплохо Нет Я Кто Б Сомневался Рейтинги У нас Галлоп Определяет То Есть И Эта Компания Насколько Я знаю Здесь В стране Давайте Я вам Помогу Ладно Существует Там Деньги Там Десяти Больших Рекламных Агентств Да То есть Так же Получается Ну и Соответственно Дальше Там Пускай Зрители Сами Продолжают Телевизионная Политика Нашу Свою Туда Не полезен Ну Пожалуйста Давайте Давайте Полезем В Литературу Однозначно Я повторюсь Относительно Вот Этой Телевизионной Политики Желательно Усовершенствовать Все Дальше Толерантно Толерантно Так по телевизионному Да Вы знаете У меня Вот политика Моя лично Какая Я не хочу Вот этих Скандалов Интриг Расследований Я вот Знаете Мне вот Что в 31 канале Нравится Да Вот у вас Кровищи По-моему Поменьше Чем на остальных Каналах То есть Я вот Не знаю Если увидит Вдруг Руководство 31 канала Там Учредители Я прям засвидетельствовать Лично Хочу благодарность Что Кровищи у вас Мне кажется В тотали меньше Слава Я вам скажу Один такой Секрет И собственно Это не секрет Кровища К сожалению Делает рейтинги Кровища К сожалению Очень смотри Вот смотрите Да вот На других Каналах Очень много Даже специальные Программы Есть А люди Ну что делать Вот там Посмотри Я вам скажу Так На кухне Или там Где телевизор Допустим Ой Опять показывают Это Опять Вот это Ну как Сделай погромче Уж Как можно Это смотреть И все равно Смотрят Делают погромче Ужас Как это Вы знаете Арман Я думаю Что да На краткосрочную Сиюминутную Вот какую-то Перспективу Показывать Кровищи Действительно Сегодня Ты заработаешь Больше денег Наверное Да Но Ведь Это вот Тот разговор О яйце И курице Да Что первично То есть Телевидение Да Оно Отвечает На запросы Общества Но в то же время Оно же И формирует Запросы Общества И я бы Все-таки Вот в этот Я не знаю Там Пул кровищи Я бы сейчас Интегрировал Уже Какие-то вещи Более глубокие Да Более какие-то То есть Которые будут Формировать Несколько иное Сознание Потому что Мы же можем Отучить Людей От кровищи Интереса Мы можем Отучить людей Но мы потеряем Зрители Никуда мы не потеряем Просто Мы И мы Формируем Незрение Ой Зрение Говорю Господи Мнение Не только Зрителей Больше Рекламодателей Ну Тут Можно Спорить Вот на самом деле Вот смотрите Есть такой Допустим Сайт Где Выложены Все Сериалы Мировые Моисериалы Точка Нет Называется Вот зайдите Там Напустим Российские Сериалы Вы посмотрите Там 90% По эту Милицию Прокуратуру И всякие Силовые Ведомства 10 лет Россия Снимает Сериалы Про ментов И всяких Силовиков Ну Мы реально Наелись же Уже все Даже мы Уже наелись Мы находимся В российском Инфополе Так Хотим мы Этого Или не Хотим То есть Ну Тут же Уже Стоит То же Самое Искровище Вот эту Чернуху Показывает Где там Что Разбилось Особенно Ладно Разбилось Но это Объективно Что ты С этим Сделаешь Конечно Очень печально Да Но Во всяком Случа Мы Стараемся Давать Это дело Дозированно Не 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 Смакуем Ну И В некоторых Случаах Не можем Избежать Мы Вот Если Это Вот Уже Совсем Такое Что-то Из ряда Вон И Я думаю Мы Как Новости Должны Об этом Тоже Сказать Я Согласен Абсолютно Я Арман Я понимаю Ой Да что же У меня Это Я Не Сочтите За Неуважение Я Просто Я Как Раз Не Профессиональный Ведущий Я Слышу Что Мне Надо Зачем То Ходить Разговаривать С людьми Мне Это Правда Интересно Я Беру И Разговарив Все Что Я Делаю Многие Меня Кстати Ругают За Вот Я Взял Камеру И Снимаю Программы Типа Того Сейчас Очень У вас Жесткий График И Все Такое Но Остается Время На Чтение Абсолютно Верно Вообще Это Такая Немножко Больная Тема Во всяком Случай Для Меня Да Молодежь Читает Читает Очень Редко С Чем Это Связано Я Не Могу Делать Анализы Конечно Я Очень Печально Когда Тебе Пишут Письма Подростки Там Или Молодые Люди Да Даже Уже Не Подростки И Допускают В одном Слове Массу Ошибок С ошибками Да Это Очень Даже В таких Простых Ну Ладно Там Написать Да Я Не знаю Какое Нибудь Такое Очень Навороченное Слово И Сделать Там Одну Две Три Пять Ошибок Но Когда Пишут Это Говорит О том Что Люди Или Когда В разговоре Пытаются Что-то Сказать И Там В общем Бредятина Полная Это Говорит О том Что Люди Не Читают Люди Забыли Что Такое Книги Что Такое Вот Например Мое Отношение Я читаю С детства Свою Первую А вот Мне говорят Даже Это Наверное Айвангу Это Значит Айвенга Было Я говорю Нет Это Айвангу Мой Первый Роман Я прочитал Юрия Радхе У чукотского Писателя В пятом Классе Айвангу Про чукчу Который потерял Ногу Что-то Там Какие-то Переживания Были Я там Год Жил Этим Чукчей У меня Там Я Переживал У нас Выскочил Файл Пока В ей ранге Будет Гореть Огонь Я не знаю Откуда Это Ну Дальше Больше Конечно Я Ну То Что Я предпочитаю Классику Да Нахожу Читать Ну Там Какие-то Да Есть Какие-то Я очень Люблю Исторические Романы Лирические Французскую Лирику Я Начинал Читать Запоем Ну Сейчас Это Смешно Но В то Время Казалось Анжелику И Все Там Анжел Маркиз Ангела Да Классно Анжелик Это Было От Дюмы Пищу Да Дюма Сейчас Вот Уже Не знаю Там Те Фильготе Капитан Фракаса То есть То Чем Живет Подросток Вот эти Все Приключенческие И так далее Все это Я перечитал Потом Перешел Я не скажу Что я тяжелую Классику Прям Зачитываюсь Достоевским Нашу Достоевского Тяжелого Толстого И так далее Но Конечно Я Есть Какие-то Свои Предпочтения Я читаю Продолжаю Читать Нахожу Обязательно Время Пусть Немного Но Я как-то Не могу Без книги Особенно Перед сном Две страни Засыпают И все равно Это уже Привычка Она уже В крови Единственное Я вот тут Немножко Упрекну Телевидение Да То есть Вашем лице Вот смотрите Как интересно Сидит Маститый Телевизионщик Много лет Отдавший Телевидению И говорит Слушайте Ну Люди-то Перестают Книги читать Особенно Молодежь А теперь Вопрос А сколько На вашем Ченнеле Программ Про литературу Чтение Книг То есть Интересно Мне кажется Их нет Нет Таких Программ Нет Нигде Вы видели Сообщество Поэтов Или Сообщество Даже В интернете Или Сообщество Книголюбов И так далее Есть Конечно Нет Ну Что вы У нас У нас Даже Целый Сайт Есть Проза Кизет Там Профессиональные Графоманы Посещаемость Очень низкая Согласен Согласен Посмотрите Вот Я например Или Мое поколение Я не знаю Или мои друзья Или те С кем я общаюсь На них же не повлияло Ни телевидение И был интернет И были вот эти Игры И приставки Никто же Не бросал книгу И не Там Не сидел Там до утра Просматривая Видео Ну вот тут Тонкий момент Нет Этот тонкий момент Вы знаете Это все зависит От человека Это зависит От воспитания Конечно То что нас окружает Да вот Нас окружали Допустим Да вот Когда-то там В 19-20 веке Не было ничего Были только книги Все читали Речи нет Сейчас есть Ничего Ну как бы Ничего молодежь не видит Есть интернет Все сидят в интернете Опять-таки Понимаете Это воспитание Это нужно прививать Согласен Ну и все же таки Я Не знаю Вот я В своей работе Интернет работе Я за свои деньги Содержу Две программы В интернете Вот я просто Знаете Я считаю Несправедливо Да вот Критиковать Там кого-то Когда ты сам Нифига не делаешь Вот многие у нас Там чуть критикуют Вот нам чуть не нравится Я говорю там Иди в Акимат Работай В Акимате Надо проводить Изменения Если ты какие-то Хочешь производить Изменения в городе То же самое Вот Мы Сделали Такую программу Очень она Пользуется Хорошим спросом Это вот Вы просто видите Кто будет смотреть Дофига кто будет смотреть Вот я поспорю Потому что я могу Прям фактами доказать Программа Сидит Наш Очень Такой известный Паша Пагода Редактор Он очень Начитанный Вообще Сумасшедший Начитан И рассказывает Вот так На камеру Про всевозможных Писателей Все же таки Я считаю Что аудитории Мы должны Вот мы Медийные люди Должны продать Идею читать На сегодняшний день К сожалению Ее уже нужно продавать Если раньше Это было у нас в крови То сейчас Это должна быть Как реклама Кока-колы Понимаете То есть Вот Что Но Это же молодежь Ей нельзя Почему ты не читаешь Какой-то недалекий И ее же Гораздо прикольнее Заинтересовать Сказать Тупой Ты не сможешь Никогда стать Очень таким Интересным Глубоким Вот мы сейчас Сказали Что никаких У вас толком Шансов Стать Большими Теледеятелями Без литературы Во Они услышали Видите как интересно То есть Вторую Допустим Мы программу Запустили Сидят Три Очень начитанных Четыре человека Называется Буктроллинг И Обсуждают Каких-то писателей Вот они Например Пелевина Творчество обсуждали Я час Я сидел Кайфовал Потому что Я про Пелевина За этот час Узнал больше Я часы Не очень его долюблю Там пару вещей Прочитал Так без фанатизма Да Но Ребята Глубоко Как бы это То есть Они продали Пелевина Вот за этот час Они продали Пелевина Поэтому Скажите пожалуйста Вот кто Это обсуждает Я не знаю Я не имею Ничего против Против Паши Там Пагоды Или ягоды Не знаю Погоды Я вот К ним Себя Тоже Отношу Но Понимаете Подход То какой Это хорошо Что вы Это начинаете Что-то делаете Что О чем-то Заявляете Да Но Я боюсь Что и не будете Услышаны Ну да Будет там Просмотров Но Настолько Сильно Обсуждаемы Вы не будете А как делают Российские Специалисты В этом отношении Они Понимаете Немножечко Некорректно По отношению Вообще В целом К литературе Чтобы Кто-то Вот сидел И говорил Вот Достоевский Такой Это Такой И этот Такой Вот вы У меня Спросили Я вам Ответил А там Подход Иначе Они делают Они делают Фильмы Они Именитые Актеры Которые Отдали Там Мельпомини Не один год Они рассказывают О том же Перемене О том же Достоевский Там проект Вот это Смотребельно Окей Аскар Очень На сегодняшний День Я так понимаю Программа В которой Вы работаете Информбюро Это паровоз То есть Ну скажем так Это Вот Топовый Продукт Можно назвать Ее Самой Главной На 31 Канале Топовым Один из Главных Паровозов В стране Я бы сказал Один из Главных Че мелочица Че мелочица Да Люблю я Эту работу Да И так И до матов Недалеко Нет Но Я конечно Шучу Кстати В интернете Можно Аскар Нет Хочешь С пипипом Хочешь Без пипипа Вот у нас Все можно Сейчас разойдемся Да Кстати Нужно Открыть Новую Программу Это хорошая Пипипипка Называется Да Пипипка Кстати Вот Смотрите Что такое Маты История Этимология Этимология Нет Это конечно Я Сомышу У вас Какой вопрос Нет Вы смотрите Мы же Откроем Ребята Простые Сейчас Научите Вопрос Был Такое Что На 31 Канале Инфо Главная Я вспомню Главная Программа Ну Как У нас Каждая Программа Главная А он сейчас пытается Опять вырулить Из этой неудобной ситуации Почему Это очень Нормальная ситуация Потому что Инфобюро Не знаю Мне себя сложно Звездой Называть Я не называю Себе звездой Мы не говорим О том Что мы там Звезды Но На нас делается Большая ставка На 31 Канале Что новости Новости Это всегда Визитная карточка Любого канала Если они есть На канале И во всяком случае В нашем случае Это мне кажется Удалось И потом Это не то Что удалось Это бренд Это с историей Информбюро Да я абсолютно согласен Много лет И не знаю Вот мы продолжаем Это Насколько успешно Или нет Судить зрителям Во всяком случае Мы стараемся И Информбюро Это да Видите Мне кажется Вот у Информбюро Вот как Мое мнение Если возможно Я его выскажу Поскольку Мы находимся Все таки В моей программе Чего же Не научиться Вот Не ну да Вот И В свое время Информбюро Очень сильно Прям Это был Вообще Вот Самая Я считаю Наверное Рейтинговая Да Там Программа Потом Был Какой-то Немножко Небольшой Спад Я думаю С этим Все согласятся Потому что Ну это так Было А сейчас Мы видим Второй Ренессанс Да Как бы Вот Последние Там Я не знаю Там Годы Да То есть Мы видим Что Вообще Как-то На 31 Канале Я вот Как Себе Это Вижу Как-то Все Стало Так По-взрослому То есть Я вот Замечаю Что Что Греха Таить Как Все Попрофессиональнее Становится Ну это Знаете Пользуясь Случшим Сразу Хочу Сказать Такой Реверанс Да Это Правда Дирекция Это Правда Это Правда Работа Большая Работа Творческой Команды В том Числе Руководство Это Действительно Колоссальный Труд Это Действительно То К К К К Мы Сегодня Идем Это Работа Огромной Команды Я хочу Сказать Что Вообще В целом Да Вот Вы Вехи Были разные И у 31 И у Информбюро Было время Когда Пришли только На культуру Поэтому Где-то Некоторые Называют Это Спадом Какой-то Определенный Процент Зрителей Говорил Что Это Вообще Вот Чернухи Нет И вообще Все Замечательно Да Но Это Это Все Пробы Ошибки Творческий Процесс Это Все Наши Испытания Наши Я Это Слово Не могу Вспомнить Что К концу Интервью Да тут Это Мы просто Я сейчас Расскажу Возле 31 Канала Есть Замечательный Такой Парчок А тут Тихо Тут До того Пахнет Соснами Если честно Я вот Тоже Ся Ловлю На мысли Что Если бы У нас Не было Такой Динамики Интервью С вами Тут Чуть Чуть Посидишь Уснешь Тут До того Свежий Воздух Как говорится Вот Я думаю Это Сосны На вас Влияет Наверное Вот Все это Господи Как Слово Это Давайте Его Вспомним А про Что Слово Что Тогда Надо Знать Про Что Это В общем Это Нормальный Творческий Процесс Как вы Сказали Ну вот Видите Я же Вам Сразу Предложил Назвать Это Нормальным Творческим Процессом Арман Оскар Да Я Володя Оскар Володя Мы тут Это Походу Оскар Еще раз Извиняюсь Смотрите Я не знаю Почему То У меня В голове Можно Называть Вас Арман Мне Одному Там Как В кино Мне Брату Я Совсем Развеселился Под Конец Большое Спасибо Оскар Я Искренне Считаю Что Пускай У нас На телевидении В целом Будет Побольше Вот таких Людей Как вы Которые Работают В кадре И Вам Огромное Спасибо За то Что В своем Плотном Графике Уделили Время То есть Мы будем Рассказывать Продолжать Бурдаст Об остальных Ваших Не менее Талантливых Коллегах Вам же Желаем Всяческих Успехов На вашей Безусловно Интересном Творческом Пути Это я Спасибо вам Огромное Было Приятно Побеседовать С умным Творческим Человеком Огромное Спасибо Удачи